Уважаемые коллеги, я в своем сообщении на симпозиуме молекулярных патологов, молекулярных онкологов постараюсь высказаться в защиту сугубо морфологического метода исследования иммуногистохимии. В чем основное преимущество иммуногистохимического метода исследования, морфологического в принципе, о иммуногистохимии в частности, в том, что мы, конечно, в первую очередь видим то, что мы исследуем. В отличие от молекулярных патологов, молекулярных онкологов, которые кидают в черный ящик, и что-то там варится, и что-то на выходе получается непонятно что, то при проведении иммуногистохимии мы четко понимаем, где было произведено окрашивание, в каких клетках опухолевых или стромы, рак инситу или это инвазивный рак, и поэтому это несомненное преимущество. Кроме того, иммуногистохимия – это чрезвычайно простой метод исследования, при помощи антител мы выявляем интересующий нас белок, поэтому любой экспрессирующий белок, в настоящее время даже нам в малых концентрациях мы способны выявить при помощи иммуногистохимии. Кроме того, иммуногистохимия – это метод, который используется для диагностики, в диагностических целях, и поэтому добавить панель одновременно предиктивных маркеров, собственно, не представляет особой сложности. В настоящее время в нашей лаборатории мы так и делаем. Помимо того, что мы анализируем и ставим диагноз, мы одновременно сразу смотрим, например, маркеры для иммунотерапии. И это все в одной панели, и в заключении в итоге пациент получает через 1-2 дня. Сколько нужно на исследование молекулярной онкологии? Недели, две. Кроме того, иммуногистохимия позволяет в ряде случаев определять косвенные генетические изменения. Например, транслокация хромосом, BCL2, NUT, ERC, мутации генов, например, P53, или BIRAF, V600E, также есть антителы, собственно. Дилетция генов или потери функции Екатгирин и НИ1, PRB, миссмач и репейр, то, что сейчас уже, собственно, зарегистрировано FDA в показаниях для иммунотерапии МС-4 с наиболее частых генов, в которых происходит нарушение. Амплификации генов, HER2, CDK4 – все это возможно определять при помощи иммуногистохимии. Какие же в настоящее время, собственно, предиктивные маркеры, определяемые иммуногистохимически, мы уже используем в клинической практике? Но это уже всем давно известные, навязшие, наверное, всех на зубах рецепторы к эстрогену, рецепторы к прогестерону, HER2-NEO, K67. Это четыре маркера, которые сейчас классически используются при раке молочной железы. Но, кроме того, HER2-NEO сейчас также анализируется при раке желудка, и на самом деле все больше и больше работ посвящены, что необходимо анализировать при раке легкого и при раке толстой кишки. ALK и ROS-1 – это маркеры, которые также возможно анализировать при помощи иммуногистохимии. ALK чаще, ROS-1 реже, потому что там есть свои ограничения при раке легкого. Мисмач-репейр или микроцентритную нестабильность, на мой взгляд, иммуногистохимия даже имеет некоторые преимущества над ПЦР-методом. Конечно, если мы уже используем NGS, то там, конечно, оно покрывает и лучше обоих методов. Иммуногистохимия, опять-таки, в определенном ММР достаточно простой метод и быстрый метод, который мы можем использовать. Ну и PD-L1, о котором мы также поговорим, маркер для иммунотерапии, который сейчас активно используется при опухолях многих локализациях. Теперь я бы хотел бы также поговорить о некоторых ловушках, вроде бы при уже тех маркерах, которые уже достаточно давно мы используем. Ну, например, банальный HER2-NEO, порог позитивного значения при раке молочной железы 10% в клетках. На данном слайде я привел пример рака молочной железы, трепан-биопсии. Это буквально в практической работе встретился, я его сфотографировал под лупой при увеличении 50, где мы видим только один фокус, который позитивен на HER2-NEO. Все остальные фокусы, здесь либо два креста, либо один крест, то есть они, ну, по сути, либо сомнительные, либо негативные. Таким образом, если бы вот этот фокус не попал в предтрепан-биопсии, мы бы получили HER2-негативный, а по сути, ложный негативный результат, либо он как-то срезался. Из-за этого встречаются ситуации, когда, например, мы получаем один блок, исследуем HER2-NEO и получаем позитивный результат HER2-NEO-3 креста, другая лаборатория начинает анализировать другой блок и получает HER2-негативный результат при той же самой опухоли. Это, конечно, редкая ситуация, но все-таки бывает, и мы сами в нее несколько раз попадали. Кроме того, в настоящее время сильно усложнилась система оценки HER2-NEO при раке молочной железы, в том числе используя дополнительные фиши исследования. Если остались крайние ситуации, когда малое количество копий и количество генов HER2 и соотношение, то это фиши негативные, и когда, наоборот, большое количество HER2 и соотношение высокие, это HER2-позитивно, то сейчас в настоящее время имеется три таких пограничных группы, где необходимо совместно анализировать и фиши исследования, и HER2-NEO, и только при совместном анализе этих двух методов приходить к какому-то результату позитивного или негативного значения. Как было раньше просто, фиши соотношений больше двух позитивов, фиши соотношений меньше двух негативов, все, сейчас это также уже отсутствует, поэтому это также приводит определенную сложность в определении HER2-NEO. Что по поводу, опять-таки, приоритета иммуногистохемии? Вот на данном слайде приведен одновременный пример наличия комплексов рака инситу и инвазивного рака. Как вы видите, комплексы рака инситу условно позитивны на HER2-NEO, потому что мы это не учитываем, этот комплекс. А инвазивный рак на HER2-NEO негативный. В то же время вы видите, что инситу компоненты у нас не экспрессируют эстрогеновые рецепторы, а инвазивный компонент экспрессируют эстрогеновые рецепторы. Это к вопросу, если анализировать при помощи ПЦР или молекулярных методов. Что получится в итоге, если мы бросим этот участок опухоли в анализатор? Мы получим HER2-позитив, потому что здесь есть большое количество копий гена HER2, большое количество белка HER2, и получим эстроген и также позитив. В результате мы получим ложный позитивный результат на HER2-NEO. Поэтому, конечно, отказываться от иммуногистохимии, на мой взгляд, не стоит даже при таком простом методе исследования, как HER2-NEO. Что мы можем сказать о HER2-NEO в других локализациях? Это 2,7% аденокарцинома толстой кишки, это 1,4% аденокарцинома легкого, это 6% рака яичника, это где-то 5% рака желудка. Да, низкий процент, но, на мой взгляд, также необходимо исследовать, потому что это может быть определенный шанс для пациента. Вот на данном слайде перейден пример HER2-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO. И HER2-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO-NEO. Теперь я в двух словах скажу буквально об AUK и ROS1. Почему в двух словах? Мы сами не имеем особого опыта иммуногистохимического определения AUK и ROS1. Мы имеем опыт в определении FISH методом этих двух показателей, а иммуногистохимия как раз не очень. Но, однако, иммуногистохимически также возможно определить экспрессию АУК. Есть, собственно, рекомендация Вентаны для определения АУК. Это яркая позитивная реакция в каком-то проценте клеток. То есть это может быть и в большом проценте, и, собственно, больше 50% опухолевых клеток экспрессирует АУК. Но должна быть единственная эта яркая гранулярная позитивная реакция на АУК. Есть определенные сложности в иммуногистохимии для определения АУК, потому что АУК-позитивные случаи могут быть ложные. Например, крупноклеточный нейроэндокринный рак легкого экспрессирует так называемый полнодлиновый АУК. Иммуногистохимически это будет выглядеть как позитивная реакция, причем достаточно яркая позитивная реакция. Однако это тот АУК, который не имеет транслокации. То есть кризитенипре и другие антиАУК препараты будут неэффективны в данном случае. Имеется определенная дискандартность в исследовании АУК при помощи ФИШ и иммуногистохимии, как в сторону одних случаев, так и в сторону других случаев. При РОС-1 еще сложнее ситуация, потому что могут быть результаты, когда, собственно, ярко-позитивные участки на РОС-1, однако транслокации РОС-1 отсутствует. Конечно, когда мы видим такую яркую позитивную реакцию на РОС-1, то чаще всего она сопровождается в транслокации. Но, повторюсь, бывают и вот такие спорные ситуации. Поэтому, собственно, одно из последних исследований 2018 года предложил такой алгоритм, на мой взгляд, достаточно удачный в определении, собственно, АУК и РОС-1. АУК иммуногистохимический. Если мы видим такую абсолютно ярко-позитивную реакцию, нет сомнений, то мы сможем сразу переводить в сторону, что это АУК-позитив. Если есть какие-то сомнения, небольшой процент позитивных клеток и так далее, то в любом случае необходимо выполнить АУК-фиш исследования и в этом случае уже ставить позитив или негатив. РОС-1, учитывая сложность постановки, сложность интерпретации, иммуногистохимия может быть только методом первичного звена, то есть скрининга. И если мы видим позитивный результат, то в любом случае должно дополняться фиш исследования. Какие изучаются в настоящее время предиктивные маркеры? Если мы возьмем триповый негативный рак молочной железы, то уже достаточно давно используются рецепторы к андрогену. Липосаркома, CDK4 маркер, с одной стороны это диагностический маркер, который позволяет нам в принципе поставить диагноз, додифференцированный, например, липосаркома, а с другой стороны это мишень для таргетного препарата. Вот, например, как раз по поводу рецепторов к андрогену. В данном случае приведен пример рак с покриновой дифференцировки, то есть это условно трипл-негативный рак, который не экспрессирует эстрогеновый рецептор, прогестероновый рецептор, хир-2-неонегатив, но зачастую низкий индекс ки-67. Это вот тот рак с покриновой дифференцировкой, который зачастую ставит лечащих врачей в тупик, то есть они видят трипл-негативный рак, а ки-67 вдруг 15%. Что это такое за рак? И вот чаще всего это как раз и оказывается вот этот вот рак с покриновой дифференцировкой. То есть он имеет высокую экспрессию рецепторов к андрогену, которые не трансформировались в эстрогеновые рецепторы. Но, тем не менее, он зачастую имеет все то течение, которое характерно для люминального потипа, то есть менее агрессивное по сравнению с трипл-негативным раком. В чем еще хорошо оценки экспрессии андрогенных рецепторов? Мы зачастую используем дополнительное иммуногисхемическое исследование рецепторов к андрогену, когда видим слабую реакцию на эстрогеновые рецепторы в раке, которые выглядят как трипл-негативный. То есть там высокий ки-67, прогестерон негатив, хер-2 негатив, и он в принципе grade 3, и мы видим слабую экспрессию эстрогенных рецепторов. Зачастую мы тогда дополнительно докрашиваем андрогеновые рецепторы, и если видим негативную реакцию, то говорим о том, что, скорее всего, эстрогеновые рецепторы в данном случае экспрессии не имеют клинического значения. У рака молочной железы с покринодифференцировки – это 4% инвазивного рака, и еще, помимо всего прочего, андрогенный рецептор – потенциальный мишень для таргетной терапии. В настоящее время, но это, правда, уже несколько устаревшие данные, достаточно много шло различных исследований, посвященных антиандрогеновой терапии при трипл-негативном раке молочной железы. CDK4 – это циклинозависимый киназа 4 типа, который участвует вместе с циклином D1 в запуске, собственно, клеточного цикла, и поэтому некий небольшой уровень можно найти при любой злокачественной опухоли. Однако, например, в дедифференцированной липосаркоме мы наблюдаем яркое, позитивное, диффузное окрашивание, и это, собственно, маркер позволяет нам, в принципе, поставить диагноз дедифференцированную липосаркома, дифференцировав ее с другими саркомами. Ну, и, к сожалению, в настоящее время полубоциклип не зарегистрировано показания в нашей стране к саркомам, а пошли они в сторону молочной железы, но НСЦН еще в 2016 году зарегистрировал показания в дедифференцированной липосаркоме как антисидикат-4 терапию. Ну и, конечно, не можем мы остановиться, и вторая часть моей презентации будет посвящена предиктивным маркерам при иммунной терапии. В настоящее время используются в клинические практики экспрессии PD-L1 и в состоянии репарации неспаренных нуклеотидов ДНК. Какая основная сложность заключается в оценке экспрессии PD-L1 иммунгистохимическим способом? В отличие, например, от оценки HER2, который, как мы уже много раз обсуждали, как было показано, связан с генетическим нарушением, то есть с амплификацией гена HER2, поэтому этот показатель HER2-нео достаточно стабильный. То есть есть амплификация гена, количество копий гена много, и поэтому, собственно, и белка много, стабильный показатель. PD-L1 в основном, и основная его часть, это активация экспрессии вследствие альтерации киназных каскадов, самых разнообразных, P3K, ERK и так далее. И таким образом, это динамичный показатель, который может меняться при изменении различных условий. Например, химиотерапия может менять экспрессию PD-L1, или гипоксия, или, например, метастаз может, в принципе, отличаться экспрессией PD-L1 от первичного очага. Вторая же ситуация, она также встречается. Ой, прошу прощения, наоборот, да, то есть постоянно активация, динамическая активация в основном вследствие воздействия цитокинов, интерферона, гамма, а постоянно активация экспрессии вследствие альтерации киназных каскадов. И вот вторая ситуация, постоянная активация, она редка, но так же бывает. Это бывает, когда мы наблюдаем экстремально высокие уровни PD-L1. Это когда, например, экспрессия в опухолевых клетках больше 50%, где-то 60%, 80%. И это более стабильная такая экспрессия, которая мало отличается, например, от биопсийных материалов, или с использованием химиотерапии, это достаточно такой стабильный показатель. Кроме того, как вы видите, количество платформ для оценки PD-L1 параллельно развивалось достаточно большое количество. И поэтому, собственно, и порога котов, которые были определены различными фармакомпаниями, также отличалась. Все это привело к определенным сложностям. Но в настоящее время, на самом деле, все как-то выравнивается. То есть мы уже отошли как-то от оценки только в иммунных клетках. Практически это не исследуется уже. Хотя изначально РОЖ пропагандировал при использовании СПЦ-142 изолированная оценка в иммунных клетках. В настоящее время все снизилось к оценке либо в опухолевых клетках. И здесь в основном мы значения имеем 1% и 50%. Если больше 50%, то это высокая экспрессия. А если больше 1%, то это просто позитивная реакция. И так называемый комбинированный позитивный счет, СПС. СПС, на мой взгляд, очень удачная система оценки PD-L1. Это количество позитивных опухолевых клеток, лимфоцитов, макрофагов на количество опухолевых клеток. Больше единицы – это позитивная реакция, больше 10% – это сильно позитивная реакция. Такой несколько суррогатный маркер. Почему он удачный? Потому что он неплохо воспроизводим. Зачастую при иммунно-гистохимическом исследовании PD-L2 достаточно сложно дифференцировать. Макрофаг это окрасилось или опухолевая клетка? По размерам они одинаковы. Иногда может инфильтрация макрофага быть настолько сильной, что действительно сложно понять, где макрофаг, а где опухолевая клетка. СПС нивелирует эту проблему, потому что мы оцениваем все окрашенные клетки, как опухолевые, так и иммунные, относительно опухолевых клеток, которые мы можем разглядеть на гемотоксиленезе. Чем же хорош и чем помогает экспрессия PD-L1? Из наших данных мы проанализировали 5 случаев с аркоматоидом рака легкого. В 4 из 5 случаев было выявлено экспрессия PD-L1 в опухолевых клетках больше 50%. Ярко выраженная экспрессия PD-L1. А вот это антипидиодин терапия при таком саркоматойном раке, при таком яркой экспрессии PD-L1. Посмотрите, буквально 2-3 курса антипидиодин терапии и опухолевые очаги практически полностью исчезают при антипидиодин терапии. Конечно, это здорово, потому что никогда раньше до иммунной терапии мы не видели таких, собственно, результатов. PD-L1 позволяет как раз выбрать тех пациентов, которые потенциально могут ответить на данное лечение. Антопластический рак щитовидной железы. В принципе, опухоль, которая практически не чувствительна никаким видом лечения. На данном случае вы видите яркую, высокую экспрессию PD-L1. То есть, таким образом, у данного пациента опухоль также потенциально чувствительна к антипидиодин терапии. Ну и второй показатель, который я хотел бы также обсудить. 1 марта 2019 года в нашей стране было зарегистрировано показание, что антипидиодин терапия показана на лечение пациента с распространенным злокачественным образованием с высоким уровнем микростаревной нестабильности. Я привел дословно, не совсем, конечно, эта формулировка верна, но тем не менее, включая нарушение системы репарации ДНК, то есть ДММР, которые ранее получали терапию. Ну, собственно, в основе этого показания, что лежало, это исследование еще 2017 года на 12 тысячах опухолевого исследования ММР, и при очень многих локализациях был выявлен дефект ММР. Когда данным пациентам была проведена антипидиодин терапия, то практически все они ответили, в том числе, например, и беспервично выявлено очага, то есть при неясной морфологии, но которые были ММР дефицитны, ответили на иммун терапию. Это и легло в основу показания в начале УФДА, а потом, собственно, и Россия, и Славову в России вот несколько месяцев назад приняли данные показания на вооружение. Одной из основных локализаций, где происходит нарушение ММР, это толстая кишка. По нашим данным, это 8%, мы проанализировали 325 случаев за 2 года, и в 26 случаях мы выявили потерю либо МСХ-6, либо ПМС-2. По данным литературы, 15-20% антипидиодинокарциномы толстой кишки. Ну, Евгений Науч не раз объяснял как раз данную ситуацию в связи с возрастным составом, например, который в нашей стране. У нас преобладало падение ПМС-2 и МЛХ-1. Выпадение МСХ-2 и МСХ-6 реже, потому что это чаще ассоциировано с синдромом Линча, а ПМС-2 и МЛХ-1 чаще в спорадических случаях. Рак толстой кишки с ММР-дефицитным фенотипом имеет характерную морфологию, чаще всего это низкодифференцированный рак либо муцинозная аденокарцинома. Именно в них наиболее чаще происходит нарушение дефекта ММР. Вот на данном слайде вы видите как раз выпадение, одновременно причем МСХ-6 и ПМС-2. Очень простой анализ. Мы видим, всегда у нас есть позитивный контроль, нормальный слизиста оболочка из строма, который вы видите коричневого окрашивания, и контракрашивание геноматоксилина, вы видите выпадение как раз экспрессии, то есть мы не видим окрашивания в опухолевых клетках, это дефект ММР. Очень простой, собственно, и воспроизводимый анализ. Что же по поводу того, для чего необходимо исследовать это, например, в той же аденокарциноме толстой кишки? Да, понятно. Во-первых, это для определённой чувствительности к иммунотерапии. Но, во-вторых, посмотрите, то, что сейчас активно обсуждается при раке желудка, на самом деле это ещё в 2013 году было в ряде исследований показано. Если мы используем ММР-дефицитных пациентов химиотерапию, то выживаемость данных пациентов падает по сравнению с тем, если мы ничего им не делаем. Посмотрите, нет адъювантной химиотерапии, хорошая выживаемость. Если адъювантная химиотерапия, выживаемость у данных пациентов ниже. То есть не просто химиотерапия неэффективна у данных пациентов, она ухудшает выживаемость у данных пациентов с ММР-дефицитным раком. И вот как раз по поводу нарушения ММР-воданокарциномии желудка. По нашим данным, 7,6% действий со 31-го было с нарушением мисс-мач-репейр. Примистатические формы значительно реже, лишь в 3% было отмечено по данным литературы. 7,6% это смешанное. Мы, к сожалению, не смогли отличить различные стадии. Нам присылают и не всегда отражают, какая стадия при раке желудка. И вот на данном слайде приведен пример ММР-дефицитного рака желудка. Опять-таки, морфология в основном низкодифференцированный рак, но имеется очень выраженная такая лимфоинная инфильтрация. По рекомендации русско-операбельный аденокарцином в первой и третьей стадии должна подвергаться переоперационной химиотерапии. 3-4 курса химиотерапии до, 3-4 курса после операции. В русском пока только говорится о том, что при решении вопроса назначения адъювантной переоперационной химиотерапии можно использовать результаты анализа магии классик, показав, что при наличии высокого уровня микрострелинной стабильности в опухоли адъювантная химиотерапия нецелесообразна. На самом деле, очень печально, что только пока в рекомендациях. Но вот тот клинический случай как раз, он был ММР-дефицитный, ММР-1 был выпавший и ПМС-2, то есть есть нарушение мисмач-репейр. У этой пациентки был еще, кроме того, высокий уровень ПДЛ-1 экспрессии, который часто сопровождает дефекты ММР при раке желудка. И что, собственно, показали вот эти исследования магии классика, на которые ссылается русско? Они показали, что если ММР-дефицитных, МСА-нестабильных пациентов лечить, то они в основном все умрут. То есть, по сути, использование химиотерапии при раке желудка, при ММР-дефицитном фенотипе или МСА-нестабильных, мы приводим к ухудшению выживаемости, опять-таки, данных пациентов. Поэтому, конечно, необходимо тестировать уже в обязательном порядке, не только в случае аденокарциномы толстой кишки, но и в случае аденокарциномы желудка. Помимо определения чувствительности к иммунотерапии, еще и, в принципе, для определения показаний для химиотерапии. Ну и, на самом деле, при диссиминированной форме рака желудка, вот уже ряд исследований было показано, что если ММР-дефицитный рак желудка, мы применяем химиотерапию, то все они прогрессируют. А если мы начинаем использовать у данных пациентов иммунотерапию, то практически у всех пациентов мы получаем полный или частичный ответ. Нарушение ММР в раке эндометрии еще чаще. В 30% случаев мы выявили нарушениями с матч-репейр. И зачастую это может быть диссиминированная форма. Поэтому также необходимо, конечно, определять при данной патологии. В редких локализациях один случай из 18-ми мемкоклеточного рака легкий, один случай из 3-х анаполастического рака щитовидной железы, один случай из 3-х герминогенных раков. И вот в данном случае это метасаз хоринкарциномы в головной мозг, которая также сопровождалась нарушениями сматч-репейра и высокой экспрессии ПДЛ-1. Посмотрите, насколько уменьшился очаг при использовании антипедиадин-терапии. У данного пациента. А когда мы удалили остаточную опухоль, то оказалось, что вся она в некрозе. То есть, в принципе, произошло полное устранение опухолевого очага при использовании иммун-терапии, которая была ММР-дефицитная и одновременно ПДЛ-1-позитивная. Мы протестировали ММР в других локализациях, но эффекта не было. Воскогреченный рак головы шеи и другие локализации. Что бы хотелось сказать в заключении. Иммун-гистохемия – это доступный, эффективный метод в определении предиктивных маркеров. И необходимо в обязательном порядке проводить тестирование ММР-МСА при раке желудка и толстой кишки до принятия решения о химиотерапии. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Какие будут вопросы? Скажите, пожалуйста, Григорий Александрович, ну и Александр Олегович, все-таки я правильно понимаю, что мы бы хотели, чтобы ваши доклады воспринимали не как отстаивание того или иного метода. Это же глупость. Это то же самое, что спорить, что нужнее – хирургия или терапия. Речь скорее идет о нормальной эволюции лабораторной диагностики, интеграции различных аспектов, появлении новизны. То есть, как я воспринимаю ваши доклады, никто не говорит, что какие-то сегменты специальности просто отмирают. Или речь идет о нормальном совершенствовании диагностики именно с учетом реальных прогрессов и появления новых зданий. Разве не так? Совершенно верно. Просто Александр Олегович как раз показал как бы одну сторону вопроса, что молекулярная, а я показал с другой стороны вопроса, что иммунгистохимия тоже имеет. А комбинация, она всегда, конечно, лучше. Потому что, да, действительно, на самом-то деле это характерно для всех представителей специальностей доказывать, что они и так справляются, что ничего нового не нужно. Так человек устроен. Равно как это характерно для представителей новых специальностей отрицать все, что было. И поэтому я сам очень раздраженно реагирую, когда представители молекулярной биологии преднебрежительно относятся к медицине вообще, ну, в том числе и к ее морфологическому компоненту. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok